Всем привет, мои хорошие, с вами Даша, вы попали ко мне на канал, и сегодня у меня на канале очень интересная тема, как мне кажется. Это лучшие свитеры, которые, по моему мнению, заслуживают вашего внимания, у которых либо очень хороший состав, будет много шерсти и кашемира, либо очень крутой дизайн, и по большей своей части я старалась найти более или менее бюджетные опции, и даже кашемировые свитеры некоторые будут стоить очень и очень приятных денег. Поэтому, если вам вдруг интересно мое мнение, что же стоит приобрести себе на зиму, какие свитеры вас будут греть этой зимой, то, конечно же, оставайтесь со мной и продолжайте смотреть это видео. Я разделила свитеры в этот раз не по определенным категориям, то есть кашемир, шерсть или что-то, а по сайтам. Мы с вами начнем с сайта Asos, продолжим с сайтом LaModa, далее у нас будет H&M и дальше And Other Stories. Не забываем, что у нас идет неделя, да, Black Friday, а это значит то, что везде просто скидки. Где-то они уже начинаются прямо с понедельника этой недели, где-то они начинаются только в пятницу, поэтому будьте внимательны и, конечно же, приобретайте вещи со скидками. Конечно, скидки будут не на все, возможно, на какие-то очень крутые вещи, они все равно их не сделают, потому что не все сайты делают скидку на весь сайт полностью. Я знаю точно, что Asos на весь сайт полностью делает скидку, но посмотрим. Я оставлю всю информацию внизу, на каких сайтах уже действуют скидки, а также внизу вы, конечно же, как всегда найдете ссылки на все те вещи, про которые я вам буду рассказывать в этом видео. Ну что, давайте начинать. Говоря о сайте Asos, в первую очередь мне хочется обратить внимание на их кашемир. У меня есть уже два свитера с сайта Asos кашемировых. Один у меня, по-моему, ярко-ультрамаринового цвета кашемировый с горлом, авто... Или без горла? Неважно. А второй у меня серый тоненький кашемировый точно с горлом. Это я прям точно помню, потому что покупала его в прошлом сезоне. А синий кашемировый покупал два или три года назад, и он до сих пор мне служит верой и правдой, а это говорит о хорошем качестве кашемира. Я нашла на сайте для вас сейчас наличие вот такой серый кашемировый свитер, а также такой модный, это очень модный, классный, яркий цвет, такой красно-морковный, с небольшим V-образным вырезом. Очень круто будет давать вам яркий акцент в любом образе. Такой же, как морковный, есть еще в темно-зеленом цвете, тоже 100% кашемир. А помимо него мне хочется дать вам совет. Если вдруг все свитеры в кашемире в женском отделе распроданы, идите на мужской Asos. Идите на мужской Asos и ищите кашемировые свитеры, потому что мужская эска вот так вот классно садится, как слегка оверсайдный свитер на девушку. А в мужских отделах очень часто все распродается немного позже, чем в женских. И для вас на мужском Asos я нашла вот такой сумасшедший, классный, кремовый, кашемировый свитер, который лежит у меня тоже в виш-листе. И я уверена, что я его себе приобрету, потому что именно такой молочный, красивый цвет, он очень классно освежает лицо. И мне кажется, что молочный и белый, в принципе, это мои любимейшие цвета для зимы, потому что так свежо, как с ними, лицо и, в принципе, внешность. И зима не смотрится ни с чем, так свежо, как с белым и с молочным. Далее пастельно-желтый свитер с узором таким по типу косички. Тоже очень классно будет смотреться, я не знаю, почему многие боятся желтого цвета. Возможно, именно ярко-желтый пойдет не всем, если у вас есть достаточно большое количество оттенка, скажем так, желтого в вашем подтоне коже. Возможно, у вас будет, скажем так, слишком сильно желтить ярко-желтый. Но пастельно-желтый цвет, такой цвет маленького цыпленочка, он очень здорово смотрится и тоже здорово освежает лицо. Будь на вас загар или без загара, он всегда, как мне кажется, хорошо смотрится. Далее на сайте тоже Asos я нашла вот такой сумасшедший крутой свитер с карамельным леопардом. Здесь нет такого, что это полностью леопард, что этот принт, этот узор используется по всему свитеру. Нет, он используется частично. Он смотрится очень умеренно, очень сдержанно. Будет очень круто смотреться с юбкой-карандашом. Или, например, я отчетливо себе представляю с карамельными брюками палаццо или с бежевыми прямыми брюками, с прямыми джинсами такой средней выстиранности, средней потертости. В общем, этот свитер будет очень универсальным и вы точно будете в тренде, потому что анималистический, анималистический принт, он в тренде в этом сезоне. Также, говоря об анималистическом принте, я нашла вот такого зебру-тигра. Я, честно говоря, так и не поняла, что они имели в виду, зебра это или тигр. Но мне очень нравится сочетание такого шоколадно-черного, очень благородно смотрится на свитере. И его я вижу отчетливо с такими классическими классными черными брюками, либо же с черными кожаными, либо лосинами, либо прямыми, либо широкими кожаными брюками. Будет очень классно смотреться. Еще один свитер очень модного цвета в этом сезоне, это такой огненно-красный, нечто между алым и морковным. Он на этот раз у нас без шерсти, без кашемира, но в нем очень хороший процент вискозы, соответственно, это тоже очень приятный к телу материал. Не на лютую зиму, возможно, а на чуть более теплое время, либо если вы надеваете что-то под низ, например, термобелье, либо если сверху вы надеваете очень теплую верхнюю одежду. Дальше давайте поговорим про полоску. Я нашла несколько ярких, очень классных свитеров на Asus, которые тоже, мне кажется, заслуживают вашего внимания, потому что у них интересная форма, либо интересное цветовое сочетание. Во-первых, это вот такой розово-ягодный свитер, у которого мне очень нравятся оттенки, они слегка приглушенные, они не кричащие, в то же самое время они очень стильно сочетаются между собой. Также я нашла просто обалденное решение, это свитер такой черно-белый, которая в массе своей смотрится серой вязки, и у него небольшие такие полоски по низу и по кромке рукава, и они в зелено-салатовых оттенках, смотрятся очень свежо, такая интересная деталь к простому серому свитеру. Ну, конечно, я не могла обойти стороной красно-розовый свитер, у него три цвета использованы, с нежно-серой мышиной, приглушенно-красный, даже уже почти винный и нежно-розовый. Насколько благородное сочетание цветов. Если мы говорим о сочетаниях цветов, вот именно в этом свитере и в всей моей подборке самое обалденное сочетание цветов, которое только можно себе придумать. Из более ярких опций, для того, чтобы ввести такой цветовой и узорный акцент в ваш зимний гардероб, я нашла две очень крутые опции. Во-первых, это вот такая черно-желтая гусиная лапка, именно крупная, такая гипертрофированная, обычно гусиная лапка гораздо мельче. Вот, кстати, на мне свитер от бренда H&M, я не знаю, есть ли он еще в наличии, я проверю, если вдруг он есть, тоже дам вам ссылочку внизу, там есть всегда графа, то, что надето на мне. Вы всегда можете найти там любую сережечку, браслетик, свитер, пиджак, все, что на мне надето, тоже есть на все ссылки под видео. Но сейчас не об этом, сейчас про гусиную лапку. На этом конкретном свитере гусиная лапка желто-черного цвета и такая же гипертрофированная, как на моем свитере, даже, возможно, немного покрупнее. И посмотрите, как это здорово смотрится, как свежо смотрится столь знакомый классический принт, но вот в таком вот модном свежем исполнении. Также, как я вам уже говорю не одно видео, клетка сейчас на пике своей популярности и насколько свежо и круто смотрится клетка в исполнении вязки, то есть в свитере. Смотрите, какой классный я нашла свитер в черном цвете с красной клеткой. Я его отчетливо себе представляю как с черным низом, так и с красным низом. Кстати, в Zara есть очень классная юбка из красных пайеток. И я настолько отчетливо вижу эту красную юбку из пайеток с этим свитером просто персичек. И если вдруг на Asos найду тоже что-то похожее из юбок, тоже дам вам ссылку. Поехали дальше. Я нашла несколько свитеров с небольшой такой бахромой, стиль вестерн, он тоже продолжает быть в моде. И вот такой небольшой намек на вестерн, он дает классный акцент образу. И намек на вестерн я имею в виду некую бахрому, такое, скажем так, нитки, отвязки, свитеры выпущенные вперед, не вперед, выпущенные наружу и обрезанные под одну длину. И получается такая интерпретация бахромы. И я нашла два серых свитера, очень классные, у них похожий оттенок, но совершенно разный дизайн. И один темно-зеленый. Ну и, конечно, вы знаете, как я люблю какие-то либо смешные, либо забавные принты. И я не могла обойти ежегодную новогоднюю коллекцию Asos с какими-то классными принтами. И я нашла два свитера, которые, на мой взгляд, заслуживают того, чтобы их приобрести этой зимой. Во-первых, если вы катаетесь на горных лыжах, и если вы едете куда-то отдыхать, где вы будете кататься по склонам, рассекать просторы на лыжах или на сноуборде. И после этого будете заходить в местный бар или ресторан, чтобы покушать или выпить вин брюле. И расстегнете свой комбинезон, либо куртку, и там будет классный свитер в тему. Я нашла такой серо-синий, очень красивый, сдержанный свитер с узором upper ski, то есть максимально горнолыжный такой узор и картинка. И также я нашла один новогодний свитер с просекка. Вот прям в этом свитере хочется, мне кажется, проваляться у камина все новогодние каникулы и просто наслаждаться этим зимним отдыхом, возможностью пить игристые просекка каждый вечер с вашими любимыми и наслаждаться, в принципе, просто жизнью такой зимней, праздничной. Говоря о сайте La Moda, во-первых, я нашла огромную коллекцию кашемировых свитеров у бренда Benetton. Вообще, честно говоря, Benetton в последнее время меня очень приятно удивляет. Удивляет, во-первых, тем, что есть стопроцентный кашемир по достаточно приятной стоимости, а учитывая то, что сейчас Black Friday, сейчас много скидок, вы сможете по еще более приятной стоимости себе его приобрести. И такой свитер с высоким горлом есть, например, в бежевом цвете, в розовом, в черном, в сером. Вообще палитра очень большая, по-моему, есть еще красный и много других цветов. Я внизу дам вам ссылку, такой дженерик, то есть на все цвета, которые представлены в кашемире в Benetton. Говоря, продолжая про кашемир, есть еще один классный бренд, которому я доверяю, который очень люблю. Я у них покупаю и трикотаж, и майки, это Selected Femme. Я надеюсь, что я правильно произношу. Я, конечно, не француженка совершенно и не знаю язык, поэтому поправьте меня в комментариях, если я вдруг неправильно произношу название бренда. И у них тоже есть кашемировые свитеры, чуть-чуть подороже, чем Benetton, но этому бренду я тоже доверяю, поэтому, ну, смотрите сами, дизайн какого свитера вам больше нравится. Он тоже с горлом и есть в ярко-красном, в столь модном огненном цвете, есть в бежевом и в сером. Кстати, бежевый именно оттенок у них очень-очень благородный, посмотрите, как он здорово смотрится. Мне кажется, он будет подчеркивать достоинство как у блондинки, так и у брюнетки, так и у рыжей девушки. В общем, очень красивый оттенок бежевого. У Benetton также, помимо кашемира, как всегда, у них каждый год есть коллекция из шерсти, то есть шерстяные свитеры. Они достаточно тонкие, но это стопроцентная шерсть, она реально вас греет. И я человек-чесучка, человек, у которого чешется просто все от шерсти. Я вам честное слово говорю, что они не чешутся. Я уже рассказывала это в видео, где был лукбук полностью вещей из Benetton. И я еще раз это подтверждаю. И, кстати, к слову, оговорочка. Это видео не спонсировано Benetton ни в коем случае. Они даже не знают, что я про них рассказываю. Я вам рассказываю действительно про свои находки. Мне никто это видео как бы не проплачивал, никто не просил меня его сделать. Поэтому это чисто мое мнение от души. И мне нравится, что у Benetton очень широкая цветовая гамма и очень большое количество цветов представлено на сайте LaModa. Также я нашла очень крутой свитер-тельняшку. Черно-белая полоска достаточно широкая. Это бренд Manga, тоже на сайте LaModa. И я делала уже видео, как носить тельняшку. По-моему, там было больше ста образов. Какое-то невероятное количество образов я для вас придумала. Оставлю вот здесь наверху ссылочку на это видео. Если вдруг вы захотите приобрести такой свитер, но не знаете, с чем его носить, идите, посмотрите это видео, и вы точно получите заряд вдохновения, как же носить тельняшку. Там огромное количество образов и предложений. Ну и, конечно, я не могла обойтись страной. Когда я увидела, что Manga сделали свитер модного фиолетового цвета. Это один из главных цветов этого сезона. И что вы думаете? Название этого свитера Дарья. И не просто Дарья. А что вы думаете? Дарья через Y, через Y. Что это значит? На самом деле транслитерация уже давно изменилась, и Дарья теперь пишется через Y. И очень редко кто до сих пор по старой памяти, по старым традициям пишет через Y. Отходя от темы, мне пришлось целую кипу документов заполнять, чтобы сделать заявление, чтобы мое имя сохранило букву Y, потому что я к нему просто прикипела, что мое имя пишется именно так. И теперь мне приходится везде объяснять, когда меня спрашивают, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Дарья, но пишется через Y. Да, вот такое я себе придумала усложнение жизни, но все равно свое Y я никому не отдам. Не отходя от темы свитеров, посмотрите, какой крутой свитер у Манго, который называется Дарья. И я себе его очень хочу, буду искать его на итальянских сайтах, и вам его тоже рекомендую, потому что он пушистый, он классный, он теплый, и у него обалденный насыщенный фиолетовый цвет. Далее снова полоска, я нашла три полосатых классных свитера, два из них в более приглушенных таких тонах, и один из них, да, снова красно-розовая полоска. Посмотрите, как свежо она смотрится, как стильно смотрится сочетание цветов. Я вам уже все уши прожужжала про это сочетание. Правда, если вы никогда не пробовали красно-розовое сочетание, попробуйте. Вот этот свитер и тот свитер на Исус, они оба абсолютно идеальные, и я вам могу от всей души рекомендовать это сочетание цветов, и поверьте мне, вы не пожалеете. Далее меня снова удивляет бренд Finflare, и посмотрите, какой крутой свитер с косами. Приглушенного синего цвета они сделали в этом году, там есть небольшой процент шерсти, поэтому он еще будет хорошо греть. Продолжая тему свитеров с косами, вот такой свитер с косами от бренда Mango в ярко-красном цвете, и также бренд Mango меня очень порадовал следующим свитером. Посмотрите, насколько минималистичный бежевый красивый свитер. Мне очень нравится линия горлышка, то есть не слишком высокое горло, не слишком низкое, очень красивая стоечка, очень приятный идеальный бежевый оттенок, и вот такой минималистичный стиль, пожалуй, это то, что мне нравится больше всего, больше, чем принт и больше, чем все остальное. Я люблю, когда выверенные красивые лаконичные линии в одежде. Еще один красно-розовый свитер с крупной полоской, и дальше, смотрите, какое чудо я нашла от Mango в зеленом цвете, очень оверсайзный, вы точно в него можете закутаться, как в такое одеялко в косах. Совершенно невероятно смотрится, у меня сразу ощущение, что пахнет Новым Годом, и, знаете, запах вот этих иголок от елки, прям как будто от этого свитера исходит этот аромат Нового Года, зимы и елочки. Я тоже его очень хочу и буду смотреть на международном манго, если вы вдруг не из России, тоже постараюсь вам дать ссылки, где можно его приобрести на манго на интернациональном. И, как я уже сказала, зная мою любовь к каким-то веселым зимним принтам, я нашла для вас такой классический свитер с оленями в целых двух разных расцветках от разных, по-моему, брендов, я сейчас проверю, да, от разных брендов, один в темно-сером цвете, второй в белом с красными оленями. Конечно, я бы выбрала белый с красными оленями, но не все так любят белый цвет, как люблю его я, поэтому я вам даю две разные опции. И давайте с вами переходить к сайту H&M. H&M меня тоже несказанно порадовала кашемиром. Zara начала выпускать кашемировые свитеры уже года два, наверное, назад. H&M же немножко притормаживал, или же я просто их не видела, но мне кажется, их все-таки не было. Напишите мне тоже в комментариях, если вы в предыдущие годы H&M видели кашемировые стопроцентные свитеры, я нет. И я сейчас вам покажу то, что они сделали в этом году, и я просто горжусь практически, что масс-маркет начал делать по приятным, приемлемым ценам такие вещи с таким хорошим составом еще и в разных моделях. Во-первых, они сделали свитер с горлом из стопроцентного кашемира. Он представлен в черном цвете, в сером цвете и в таком насыщенном карамельном темном цвете. Я думаю себе на самом деле взять черный и карамельный, потому что у меня точно нет черного кашемирового свитера с горлом, и карамельного у меня никогда не было, поэтому оба цвета очень крутые, а серых свитеров кашемировых у меня штуки четыре, поэтому, ну, еще один это будет, наверное, перебор. И последние два свитера с сайта H&M, которые, как мне кажется, заслуживают внимания, это, во-первых, вот такой неплотный, не слишком толстый свитер из мериносовой шерсти. Мериносовая шерсть не чешется так же, как кашемир, имейте это в виду, поэтому спокойно можете себе его покупать, даже если у вас чувствительная кожа. И самый последний свитер, это огромный толстенный сервис свитер с горлышком стойкой. Я такой носила, тоже из какого-то масс-маркета, где-то я его покупала, два года не снимая. Это был всегда мой любимый свитер, особенно в сочетании с кожаными леггинсами и с ботильонами чулками. Невероятно, просто это самый мой любимый лук, это надеть какое-то оверсайзное пальто-халат, поднить вот этот свитер широкий с горлом, кожаные леггинсы и кожаные, либо замшевые ботильоны носки-чулки. Супер, просто потрясающе. И последний сайт, о котором мне хочется с вами поговорить, это And Other Stories. Я постараюсь быть настолько быстрой, насколько у меня получится. Я не хочу, знаете, и говорить слишком быстро, но в то же самое время хочется все осветить, но чтобы вы не слишком устали от этого видео. Поэтому, если это видео уже слишком долгое, то прощайте меня. Я просто очень старалась и для вас подготовила много информации. Во-первых, это бежевый свитер простых лаконичных форм, который напоминает мне слегка манго на ла-моде, но он немного другой. Он больше в стиле And Other Stories. Посмотрите, какой он классный. И вот, честно говоря, я про него забыла, когда говорила, что буду искать тот от манго. Я честно не знаю. Я буду их сравнивать, буду сохранять картинки, ставить их рядом и думать, какой из них себе взять, потому что дизайн у них похожий, и они оба совершенно потрясающие. Далее очень классные оверсайзные свитеры с горлом на сайте And Other Stories. В состав каждого входит хоть какой-то процент шерсти, и это очень приятный бонус всегда, потому что шерсть всегда греет зимой. И я видела оверсайзные свитеры вот эти с горлом там в черном цвете точно, в ярко таком красивом карамельном и в насыщенном цвете такого темного шоколада. Говоря же о нарядных свитерах, я нашла два свитера с бисером на And Other Stories, и они совершенно разные. Один выполнен именно как свитер, и у него определенный узор идет бисером, а второй больше как кардиган на пуговицах на крупных, и под него очень круто будет смотреться черное кружевное белье, по типу того, которое у меня есть от Any Bing, по-моему, Any Bing называется бренд, покупала на Нету Порте, но я нашла для вас точно такое же на And Other Stories. Прям вот настолько похожий дизайн, очень широкая полоска под грудью кружева и большие такие треугольнички. И вот именно из-под такого свитера, если будет такой краешек вот этого кружева виден, будет смотреться совершенно потрясающе. Далее шерстяные свитеры с небольшим горлышком, обожаю такой дизайн, если вам слишком... у меня бывает, знаете, что мне давит слишком вот это горлышко, если оно в обтяг, и мне не очень нравится в профиль, потому что сразу получается, как будто здесь немножко вот эта вот часть, подбородок, он нависает над этим горлышком, поэтому если я ношу высокое горло, чаще всего это либо вот такое слегка свободное, такое массивное горло, либо это небольшой воротничок, стоечка, и есть очень классная серия свитеров на Endada Stories шерстяных, вот именно с таким небольшим горлышком, стоечкой, и плюс они слегка оверсайзные, слегка укороченные, будут очень круто смотреться с любой вещью на высокой талии. Я бы выделила такой свитер в приятном молочном цвете и в спокойном бежевом цвете. Из свитеров с массивным теплым горлом мне бы хотелось выделить, во-первых, вот такой вот молочный свитер с плетением косички спереди, он оверсайзный, у него большое классное горло, он прям такой зимний-зимний, смотря на него прям хочется, знаете, зиму и хрустящий снег под ногами. И также я нашла вот такой ярко-красный свитер, в состав которого входит нежнейшая альпака. Альпака к телу настолько же приятна практически, как и кашемир, поэтому тоже обратитесь на этот состав внимания. У меня осталось последние четыре свитера для вас. Во-первых, это вот такой свитер из мериносовой шерсти, я вам его показываю в молочном цвете себе, я взяла в красном, если он все еще есть на сайте, то же дам вам на него ссылочку и покажу картинку. Не чешется совершенно, уже проверено мной, он у меня уже лежит на полочке, и обязательно появится в одном из следующих лукбуков. Кашемировый свитерочек цвета кофе с молоком, тоже потрясающий, цвет очень уникальный, я нигде не видела кашемирового свитера в таком приятном цвете. Далее яркий свитер ярко-желтого цвета с надписью Paris, и именно эта надпись сделана очень модным сейчас шрифтом, этот шрифт сейчас используют и Fendi, и Balenciaga, этот шрифт такой, знаете, спортивный, гоночный, рейсинг, и все логотипы брендов модных они сейчас понаделали именно в этом шрифте, и если вы хотите быть в тренде в эту зиму, то обратите внимание на этот свитерочек. И самый последний, это снова гусиная лапка, но на этот раз она сделана в очень спокойном, приятном сочетании цветов, это молочно-серый такой приглушенный оттенок, и елочно-зеленый, насыщенный темно-зеленый цвет прям зимнего елочного такого лесочка. Он слегка оверсайзен, у него широкие рукава, и имейте в виду, когда вы покупаете свитер с широкими, такими массивными рукавами, будьте внимательны, чтобы у вас верхняя одежда была не в обтяг, чтобы пройма у верхней одежды позволяла вам, скажем так, провздить ваши руки с широким свитером внутрь. Именно поэтому я люблю носить оверсайзное пальто. Все, на этом я буду заканчивать. Напишите мне обязательно, какие свитеры вам запали в душу, или какие свитеры вы любите носить зимой, любите ли вы носить шерсть, или у вас от нее все чешется, любите ли вы носить кашемир, или не любите его по какой-то причине, или же в принципе предпочитаете, допустим, полиэстеровые ненатуральные ткани, но с классным дизайном. В любом случае, отпишитесь мне внизу, я жду ваших комментариев. С вами, как всегда, была Даша. Я вас очень люблю, целую. Пока-пока, до скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok